Сулка, лещ и пеленгер. Это результат ночного улова. Рыба свежа настолько, улыбаются местные, что еще недавно по воде хвостом била. Теперь вот готовится попасть в котел. Расскажите, что первым кладется в час? Лучок? Лучок, да. А потом? Потом морковочка. Приготовить донскую уху здесь может каждый, но самую вкусную всегда варили под Азовом. Поэтому и праздник решили провести здесь же, на песчаном берегу Дона. А пока станичники разводят костры и разделывают рыбу, гости фестиваля наслаждаются солнцем, рекой и запахом кипящего бульона. Когда ж можно попробовать? Скоро. Донская уха быстро не варится. После овощей закладывают разную мелкую рыбку. Карася, тарань, окуня, лещика, а уж потом покрупнее. Долстолобика и сазана. На такой 70-литровый котел надо как минимум 20 килограммов рыбы. Это примерно на глазок, говорит Евгений Харин. В своем селе Круглое он главный по ухе. И как потомственный казак утверждает, что готовить это блюдо по-настоящему могут лишь мужчины. Женщину нельзя подпускать к ухе. Ни в коем случае. Рыба любит мужские руки. Потому что она женского пола. Так что казачки здесь только поют. Но в лучшем случае лук режут или плетень ставят. Сегодня им помогать некому. К тому же уха почти готова. Дело за малым. Затушить в котле головешку, только что вынутую из костра. Желательно ветку фруктового дерева. Все, полено для вкуса, для качества. Для костром пахнет. Да, костром, чтобы вишней, костром, молодостью. Ой, да, да. Спасибо. Калустая, кушайте на здоровье. Спасибо. Ой, донская уха – это бренд. Это как оренбургский платок или тульский пряник. Такую уху, как здесь, говорят, вы не попробуйте нигде и никогда. Готовят ее, надо ну, старым казачьим способом. Причем в каждой станице и в каждом хуторе есть свои секреты, которые бережно хранят. Поэтому одинаково приготовленная на первый взгляд уха во всех этих котлах неповторима. Вот здесь, например, ее варили на яблочном отваре. А соседи добавляли в готовое блюдо стакан горячительного. Без него, говорят, и уха не уха. С этого момента она становится ухой. А вот что добавил в свою уху Сергей Чмыхалов, так и осталось тайной. Но к его чану подбегали и с кастрюлями, и с чашками, и со стаканами. Через 10 минут пусто. Все тут нет уже, да? О, и вылезали. Впрочем, определить, чья уха самая вкусная, ни гости, ни участники фестиваля так и не смогли. Съели все, не до разговоров. О, это десерт. Бросайте камеру. Идите кушать. Юлия Чумакова, Сергей Чеботарев, Виктор Глебенюков, Первый канал, Ростовская область.